Здравствуйте! Здесь живут две бабушки, стареньких, пожилых, тетя Люда и тетя Валя. Вот мы сейчас пойдем во двор, посмотрим, как они там живут. Пойдемте во двор. Тетя Люда, помогать некому. Дрова она рубит сама. Вот так они дрова и рубят. Колоном. Сегодня на поселок Бахмутка привезли детские вещи. Родители пришли, выбирают для своих деток хорошую, красивую одежду. Много детского, куртки, футболки, шарфы, спортивные костюмы. Вещи все новые. Город Сумы, спасибо большое. В нашем поселке 50 человек безработных. Люди собрались сегодня, чтобы получить продуктовые наборы. Братья привезли дрова, продукты нашим жителям. Трудно, что ты сидишь без денег. Работы нет. Будущего, считай, нет. Не знаешь, как дальше жить. Живешь одним днем. Работала на алебастровом заводе, где я вас водила. Завод закрыли. А потом начались обстрелы. Остались мы без завода и без работы. Это Наташа. Пробирает улицу, чтобы улица была чище, лучше, красивее. Здесь она живет с мужем. Держит Наташа курочек. Вот так вот живет сельский житель. Живность своя. Надо с чем-то жить. Нам спасибо, приехав на счет банка. На счет банк. Когда приходят люди, которые не могут поехать в Артемовск. В Бахмут. И лучше здесь снять свои пенсии. Скажите, а вот когда были обстрелы сильные, куда вы прятались? Ну, прятались. Ну, подвал. Дали нам одеяло, дали матрас. Вот мы прятались туда в подвал. А когда не успевали, значит, под кроватью. Вот так. Сгорел полностью все, что было нажито. Скажите, вот в сравнении с 15-м годом, сейчас жизнь стала чуть лучше? Стало лучше. Гуманитарки стали больше получать. Вот. И отношения. Обстрелов меньше, да? Да, меньше обстрелов. Сил нету. Расколоть некому бабушке. Пивали в 84 года. Недавно у них погиб внук. Воевал на Украине. Так и живут старушки. Помощь встать не откуда. Русские субтитры. Продолжение следует...